Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас внеплановый выпуск. На самом деле, долго мне говорили и просили меня высказать своё мнение об игре Синий Кит. Я не хотела снимать это видео, и, в принципе, я его снимаю. Это видео мотивационное, и просто надеюсь, что до кого-то дойдут мои слова, и, возможно, это видео кому-то поможет. Это видео не требует ни лайков, ни подписок, только если вы не хотите, чтобы это видео было услышано другими людьми, то, конечно, репосты и лайки приветствуются. Итак, речь пойдёт об игре Синий Кит, и я хочу, на самом деле, это видео сделать для всех, для участников, для создателей, для матерей, чтобы уберечь и так далее. В чём заключается эта игра? Я сама только сегодня об этом узнала, сегодня же выложу это видео. Я слышала об этом Синий Ките, но даже не заходила, не смотрела, и, в принципе, вообще не знала, что это такое. Мне сказали, что это связано с самоубийством, и я думаю, ну, что за бред, мне это неинтересно. Но когда я посмотрела пару роликов, я поняла, в чём суть. Суть в том, что дети начинают играть в эту игру Синий Кит, им дают задания, то есть они пишут определённые хэштеги, их находит куратор. Это люди изначально, как я понимаю, идущие на самоубийство, потому что уже все знают, что эта игра ведёт к самоубийству, и понятное дело, что человек, который идёт на это, что-то у него внутри не так, он хочет покончить жизнь самоубийством. В общем, куратор находит этого человека, который написал определённые хэштеги нужные, даёт ему задания, они слушают какую-то грустную музыку. Куратор этот спрашивает, почему человек идёт на это, и потом начинает давить на эти его слабые стороны и подталкивать его к тому, чтобы он в конце концов покончил жизнь самоубийством. Вы знаете, это похоже на вот движения какие-то есть, да, у нас, типа Эмма тоже, я не знаю, да, они же тоже там всё грустные, вот суицидные какие-то, это, по-моему, не первая даже фишка, которая появилась у нас в интернете. Это не приложение какое-то, это игра в реальной жизни. Что я могу сказать? Я считаю, что люди, которые создали эту игру, это вообще просто... Они делают огромную-огромную ошибку, потому что они просто не знают, что их ждёт в будущем, так как основа всего и нашей жизни — это причинно-следственная связь. Я считаю, что каждый человек, то, что он имеет в этой жизни, это дело рук его самих. Поэтому люди, которые создали эту игру и которые забирают жизни у людей, неважно, своими руками или не своими, это нечисто. Они даже не представляют, что их может ждать в будущем. И представьте, в нашей жизни всё возвращается. Что может вернуться этим людям, которые, может быть, не своими руками, но своими действиями заставляют людей, у которых, может быть, был бы шанс на счастливую жизнь. Они просто забирают эту жизнь у человека. Это очень и очень печально для самих этих людей. Дальше я хочу поговорить с родителями, с родителями маленьких детей, которые уже лазают в интернете, которые уже могут найти эту информацию. Пожалуйста, будьте бдительны, будьте внимательны к своему ребёнку. Я согласна с ораторами, которых я слушала, что детям не хватает любви. Детям не хватает любви, и поэтому они начинают искать, быть услышанными, кому-то нужными. Как минимум, просто человек, который живёт несчастной своей жизнью. Просто он пишет какой-то хэштег, какой-то человек его находит и просто начинает интересоваться его проблемами. Почему они рассказывают... Все начинают интересоваться. Почему ты играешь в эту игру? Он начинает рассказывать, я расстался с девушкой или не расстался с девушкой. Они начинают просто рассказывать о своих проблемах. Нужно найти к ребенку подход, нужно сделать его услышанным, и тогда он не захочет распространять это везде, когда самые близкие люди услышали и поддержали его. Я призываю всех родителей быть внимательным к своим детям, целуйте их, любите их, смотрите за ними и дарите им свободу в каком-то смысле. В общем, воспитание должно происходить на высшем уровне, и дети должны чувствовать себя нужными и любимыми. Это самое-самое важное, и обратите на это внимание. Я после этой игры вообще просто, я своего ребенка и так зацеловываю, называю его зацелованным, и еще больше буду зацеловывать. Но при этом нужно быть очень внимательной, и воспитание должно происходить. А также я хочу обратиться к этим детям. Меня очень много смотрят молодых девчонок, да, возраст абсолютно разного, там от 10, наверное, и выше все возраста как раз-таки те девочки, которые и мальчики могут играть в эту игру. Я вас искренне призываю, не ведитесь на эту глупость. Если у вас какая-то беда, какая-то грусть, я тоже сталкивалась с этим, я тоже была маленьким ребенком, я тоже расставалась, у меня была невзаимная любовь. Вообще, в основном была невзаимная любовь, когда я была молода. Я была немножечко страшненькая, никто меня не любил в классе. Я была очень худая, меня называли скелетом на подтяжках, я была белокожая, как и сейчас, в принципе, меня называли смертью просто ходячей. Это все глупости, это все временно, это все проходит. Мы сами своими руками можем вложить в себя свое настроение, свой взгляд, внешность свою поменять, дабы это сейчас все у нас в наших руках. И жизнь, ведь это самое прекрасное и самое драгоценное, что мы имеем на этой планете. Только человек может достигнуть невероятных высот. Вы даже не представляете, если вы идете на суицид, вы не представляете, чего вы себя лишаете. Жизнь, она просто безгранична. В этой жизни вы можете найти просто полное разнообразие всего. Все существует. Книги, фантастика и так далее, это все существует в нашем мире, для этого не нужно умирать. Просто нужно искать. Вы все найдете. Можно даже и не умирать, в конце концов. Можно этого достигнуть. Вы не представляете, наш мозг, он способен на невероятные вещи. Мы пользуемся, это все, наверное, знают, вообще супермаленьким процентом из 100, меньше 10%, по-моему, даже, из 100, на что способен наш мозг. Ищите, просто ищите, вы обязательно найдете всякие духовные течения, только чтобы они были, естественно, проверенными и вели к раскрытию вашего потенциала. Есть официальные вещи, которые не стоит бояться, да, и, в общем, много людей, которые достигли совершенства в этой жизни. Те же йоги, которые умеют летать, всякие легенды слагают, которые прыгают с горы на гору, там, да, в Тибете, в Индии, в Гималаях. Сколько чудес происходит. Просто откройте книгу, почитайте все это, и вы окунетесь совершенно в другой мир. Я понимаю, что дети и люди могут жить в разных условиях, и их может их реальность совершенно не устраивать, но есть выход. Есть тысяча выходов вокруг. Просто начните, задайтесь идеей, чтобы его найти, и вы обязательно найдете. Эта поговорка стопроцентная. Кто ищет, тот найдет. Но смерть — это не выход. Нельзя ни в коем случае самого себя лишать этой драгоценной возможности, возможности познать вообще весь этот мир. Я не говорю уже о таких простых приземленных вещах, как влюбленность, как взаимопонимание, как дружба, как рост какой-то внутренний, как просто вот элементарное, вы прочитали книгу какую-то классную и вдохновились, как просто научиться чему-то в этой жизни, работать в том же фотошопе или в какой-то программе. Можно научиться рисовать, можно научиться снимать кино, можно научиться шить, можно научиться всему, чему угодно, дабы в Ютубе сейчас вообще есть всё. А вообще книга. Зайдите в библиотеку. Ведь это сокровищница. Я серьёзно. Это сокровищница. Я когда захожу в библиотеку, я чувствую просто, знаете, как в кино, когда ты попадаешь в какой-то другой мир, любая библиотека. И я просто чувствую, как оно всё пышет знаниями, как в этой библиотеке огромный скрытый мир. Скрытый, потому что нужно прочитать. Оно за закрытой книгой. И вот я вспомнила сразу одну из книг, которая меня очень безумно впечатлила. Она называется «Послание с другого конца земли». Как там одна девушка, по-моему, какой-то научный работник, она поехала в другой конец земли, в Австралию, по-моему, и встретилась там с аборигенами и прожила с ними какое-то время. И просто что с ней там происходило? Мурашки по коже. И это реально. Это на реальных событиях. Я в шоке, что бывает. Я в шоке. Вы не представляете, чего вы себя лишаете. Я серьёзно говорю. Те люди, которые серьёзно задумываются о смерти, вы не представляете, чего вы себя лишаете. Жить — это круто. Реально. И знаете, думаете, я вот была, допустим, да, ну вот подумает кто-то, вот, красивая девочка, блогер, у неё там столько подписчиков, кто считает, что у меня много подписчиков. Хотя я так не считаю, да, на самом деле. Я считаю, что я нахожусь только в начале пути, и я абсолютно никак не изменилась внутри, кроме как радости от того, что нравится людям то, что я делаю, и хорошие отзывы. Вы думаете, у меня всё хорошо было всегда в жизни? Ютуб — это вообще, это 31 год я нашла себя, называется. 31 год. А 30 лет думаете, что я делала? Я была в поисках. У меня также были депрессии. То есть я не такой какой-то необычный человек. И я в детстве была тоже внутри глубоко где-то очень несчастной и одинокой. И тоже мне не хватало, мне не хватало любви, мне не хватало быть услышанной, мне не хватало внимания. Я была, можно сказать, страшненькая, повторюсь, да, потому никому я не нравилась, у меня не было мальчика. Если мне нравился мальчик, то я ему, естественно, не нравилась. И только тянулась к высоте. Вот я смотрела, смотрела фильмы. Знаете, на фильмах на самом деле, потому что в окружении меня очень мало было людей, кому стоило вообще позавидовать по-доброму и стремиться туда. Фильмы. Я смотрела Беверли Хиллз, ещё что-то, ещё что-то. Я видела этих моделей, я видела этих актрис красивых, я видела в кино эту жизнь классную. Но ведь на чём-то это снимается. Значит, это где-то есть. Если это есть не в нашем городе, то это есть в столице. Если это нет в столице, нет в России, это есть за границей. И, слава богу, мы живём сейчас не за закрытой занавесью, что мы завесились просто и ничего не можем делать, никак развиваться, ничего не можем читать, ничего не можем смотреть, никуда не можем ехать. Мы можем всё. Берите, езжайте, узнавайте. Просто заполните себя. Заполните себя знаниями. И вы обязательно что-то выберете своё. Вы найдёте себя рано или поздно. 30 лет, я считаю, что я это ещё рано себя нашла. Люди всю жизнь, бывает, живут, только под старт себя находят и начинают жить в полной груди. Поэтому не лишайте себя этой возможности. Ищите, и вы обязательно найдёте. Говорите, и вы будете услышанными. Но не стоит лишать себя жизни. Это самая большая глупость, которую может сделать человек. Это я вам говорю от чистого сердца. И я желаю всем, у кого, может быть, на душе скребутся кошки или, может быть, что-то не так. Я желаю вам больше света и больше приятных впечатлений. Я надеюсь, моё видео будет полезным для всех. И просто чувствуйте, как мои лучи, счастья, света и супер-мега-замечательных пожеланий вам. Освобождайтесь от этого. И никто вам в этом не поможет, кроме вас самих. Самое, что самое интересное, только вы сами можете вытащить себя из каких-то неприятных впечатлений. Вы сами. Делайте, действуйте, ищите. Всё будет у вас хорошо, я вам обещаю. Главное, не лишайте себя этой возможности. Найти что-то. Я вас люблю, мои хорошие. Будьте осторожны, будьте внимательны. Не доверяйте просто так кому-то. Всё проверяйте. Прежде чем войти в какую-то вообще игру, узнайте о ней, прочитайте отзывы и так далее. Будьте бдительными. Всё. Любви вам всем и счастья бесконечного. С вами была я, Селена Свои. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok